Добрый вечер! В эфире информационный выпуск Амшепшара. По договоренности с российской стороной с 27 февраля ожидается переток электроэнергии в Республику Абхазия. В случае соблюдения данной договоренности отключение электроэнергии прекращаются по всей территории Республики, сообщается на официальной странице Республиканского унитарного предприятия Черноморэнерго в Фейсбуке. В кабинете министра в Абхазии под председательством премьер-министра Валерия Бганба прошло заседание Госкомиссии по увековечению личности великого писателя. Кавалера ордена Ахтепша первой степени Фазиля Искандера сообщается на официальном сайте Кабмина. Утвержден план государственных мероприятий на 2019 год, посвященных 90-летию со дня рождения писателя. Участники встречи обсудили предложения членов комиссии и вынесли решения по некоторым из них. Как сообщила министр культуры и охрана историко-культурного наследия Зельвира Арсалия, мероприятия, посвященные юбилею писателя, будут проходить в течение всего года. Однако основные события состоятся в марте. В мартовские репертуары театра в Абхазии включены спектакли по мотивам произведений Фазили Искандера. В рамках проекта «Стоянка человека в Москве» состоится вечер памяти писателей фотовыставка. В течение года будет избран сборник избранных произведений писателя на абхазском и русском языках. Члены комиссии также приняли решение о переименовании улицы 4 марта в улицу Фазили Искандера, при этом переименовав улицу Марухскую в улицу 4 марта. Соответствующее предложение направлено в администрацию города Сухум. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии будет создано управление, в которое войдет санитарная авиация, медицина катастрофы и реабилитационный центр. Это станет возможным благодаря договоренностям с Министерством здравоохранения России, которые были достигнуты в ходе рабочей поездки министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квицине в Москву. На пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Сухуме, Лев Квицине рассказал подробности. На встрече в Москве были обсуждены вопросы становления и развития службы медицины катастроф в Абхазии. Организации специализированы экстренной и неотложной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Также была затронута тема строительства реабилитационного центра при МЧС Республики. Как отметил глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, в течение этого года планируется решить все юридические вопросы. «Мы ведем переговоры, готовы к документации. Они готовы выехать сюда, в Абхазию. Документально все оформить. Мы планируем подписание межведомственного соглашения с ними». Совместные работы по вопросам санитарной авиации в МЧС Республики практически начались. Сегодня у спасателя есть один вертолет, но он не оснащен оборудованием для оказания медицинской помощи. По словам министра, российская сторона готова оказать помощь в оборудовании вертолетов, в частности, в приобретении медицинского модуля. Кроме того, как сообщил Лев Квицине, уже обсуждался вопрос доставки людей на вертолетах в медучреждения Абхазии, Адлера и Сочи. «Есть определенные условия. Это и подготовка вертолета. Там вытекает несколько вопросов, но в принципе все они выполнимы. И я очень надеюсь, что в ближайшее время мы проведем первый пилотный вариант, чтобы посмотреть, как на самом деле все это у нас получится». В данное время рассматривается возможность создания при МЧС Абхазии реабилитационного центра, в котором могли бы подлечить свое здоровье не только граждане Абхазии, но и России. Всероссийская служба медицины катастроф совместно с МЧС Республики работает над тем, чтобы направить в Абхазию российских специалистов с целью оказания методологической помощи в становлении службы медицины катастроф в нашей стране. Саид Жарсали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. На днях в Москве в Чеховском центре прошел литературно-художественный вечер, посвященный 145-летию со дня рождения патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия и столетию со дня выхода первой абхазской газеты Апсаны. В мероприятии приняли участие посол Абхазии в России Игорь Ахба, почетный президент Всемирного Абхаза-Абазинского конгресса Тарас Шамба, торговый представитель Абхазии в России Олег Барцыц, потомки Дмитрия Гулия и представитель абхазской диаспоры в Москве. Подробности вечера в материале наших корреспондентов. Сложно сказать, что вело человека, взявшего на себя такую тяжелую ношу, просветителя своего народа. Но факт налицо. Именно Дмитрий Гулия подарил нам письменность, литературу, основы исторической науки, публицистику, первую книгу и газету на родном абхазском языке. Юбилейный вечер открыл посол Абхазии в России Игорь Ахба. Посольство Абхазии совместно с диаспорой не раз проводят подобные встречи в Москве. Игорь Ахба поблагодарил всех присутствующих и сотрудников культурного центра имени Чехова за сотрудничество. 145 лет назад родился человек, сумевший совершить невозможное. Что давало силы Дмитрию Гулия одновременно создавать и развивать такие разные направления, до сих пор загадка для ученых, занимающихся изучением его наследия. Деятельность Дмитрия Иосифовича была очень многообразная, многоаспектная, многоплановая. Он как-то в одном своем тексте биографическом он написал «Я много распылял свои силы». Вероятно, он хотел бы большую часть своей жизни посвятить литературе, поэзии, прозе. И этим он, конечно, самый огромнейший вклад сделал в нашу культуру. Но таково было веление времени, что ему пришлось вот так распылять свои силы. А когда веление времени, ответственному человеку очень трудно от этого отказаться, от этой ноши отвести себя. Это было время, когда Абхазия вступала в новый период своей истории, когда надо было решать, по какому пути ей эти вперед вступать в 20-е модернизированное столетие. И так как Дмитрий Ильич стал историческим избранником в этот период Абхазии, его, мне кажется, основная заслуга в том, что он смог прозреть те оптимальные пути развития Абхазии в следующем столетии. И он повел Абхазию по этому пути. Самые пронзительные стихи Дмитрий Гулия посвятил своей родине. В них вся боль за махаджирство и безграмотность своего народа. На вечере, посвященном 145-летию со дня его рождения, стихотворение Сапсадгил в своем переводе прочитал поэт и переводчик Денис Чачхалия. Эти же стихи, но уже на языке оригинала, на вечере прозвучали еще раз в исполнении ученицы Московской Абхазской воскресной школы Дианы Лапшиной. Услышали в этот вечер и голос самого Дмитрия Гулия. Запись голоса патриарха звучала на фоне видеосъемок 1958 года. Они были сделаны в Агудзере, на даче писателя, во время визита известного английского писателя Джона Байтона Пристли. Внучка патриарха Татьяна Гулия, советник посла Абхазии в России, поведала малоизвестный факт из биографии своего деда. Дмитрий Гулия перевел на Абхазский Евангелие. Это было еще до революции, в начале 20 века. И он был вызван в московский патриархат, где ему была вручена грамота о том, что он должен быть после смерти похоронен на святой земле. Ну, значит, советская власть наступила, какая святая земля. Он похоронен рядом с филармонией, в центре города, как известно. Но филармония в свое время была христианским храмом, где моя бабушка и дедушка венчались. И фактически повеление церковное было исполнено, и он похоронен на освященной святой земле. На вечере выступили многие видные деятели науки и культуры. Журналист Бела Кураглы сделала обзор первого номера первой абхазской газеты «Обсны», столетие издания которой также отмечалось в этот день. Газета «Обсны» больше, чем газета для целой плеяды абхазских писателей и поэтов. Именно на ее страницах впервые были опубликованы многие, ставшие затем бессмертными, произведения наших классиков. А проблемы, которые поднимались на страницах издания в те далекие годы, созвучны современным, подчеркнула Бела Кураглы. На вечере звучали и музыкальные композиции. Одну из них исполнил музыкант, внук Ефрема Эшба, Виктор Абрамян Эшба. Потомки Дмитрия Гулия, проживающие в Москве, это внуки Татьяна и Георгий Гулия, и их дети, чтят память своего великого деда. Их отец, сын Дмитрия Гулия, Георгий, известный советский писатель. «Самое главное для отца было, что передалось и нам, это стремление быть достойными имени Дмитрия Гулия», – сказал Георгий Гулия. «Очень трудно быть достойным его памяти. И мой отец пытался быть достойным его памяти, его дел. Я в меру своих сил пытаюсь, надеюсь, и мой сын тоже не подведет эту фамилию». Вечер украсила своим выступлением народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России Алиса Гицба. Выступили также студентка Московской консерватории Амра Барганджи и трио студентов московских вузов. Ведущая вечера будущий медик Кама Гоги в конце встречи пригласила на сцену всех членов семьи Гулия. Присутствующие встретили их аплодисментами. Международному фонду Абсны исполнилось четыре года. За это время фонд подготовил и реализовал немало проектов по решению демографических, социальных, культурных и других вопросов по строительству государства. Создание благоприятных условий для участия представителей Абхазской диаспоры в социально-экономической жизни Абхазии. Пресс-конференция, посвященная итогам четырехлетней работы фонда, прошла в Сухуме. В ней приняли участие учредители фонда Абсны, руководители благотворительных проектов фонда, а также представители организации, которым он оказывает поддержку. Репортаж Алики Трапш. С момента своего создания Международный фонд Абсны осуществляет проекты, направленные на сохранение традиций, решение вопросов демографии, репатриации, социальной сферы, а также экономики и инвестиции, культуры и просвещения, молодежной политики и других. За четыре года фонд провел около десяти круглых столов по актуальным вопросам международных отношений, проблемам экономического развития, вопросам сохранения традиций и обычаев. Но одним из самых важных направлений в своей работе представители фонда считают благотворительность. За эти четыре года общий бюджет и фонда составлялся 50 миллион рублей. Я понимаю, что это немного, но можно сказать, что условий в Абхазии немало. И за эти четыре года очень разные были проекты. Но самое главное, вот те проекты, которые вы видите, знаете, нам удалось сформировать по разным направлениям. Сета работа и также девятнадцатый год будет продолжаться. С 2015 года Международный фонд АПСН осуществляет восемь крупных проектов на территории Абхазии. К примеру, проект Анны и Амалыки направлен на поддержку по уходу за ребенком. В рамках проекта семье, имеющей грудного ребенка, фонд дарит так называемый материнский пакет, в котором есть необходимые на первое время предметы. Всего за четыре года материнский пакет Анны и Амалыки получили около трех тысяч малышей. В рамках постоянного проекта АПЕПШ нуждающимся оказывается материальная помощь в виде бытовой техники и предметов мебели. Всего 28 семей со всех районов республики получили помощь от фонда. Особое внимание Международный фонд АПСН уделяет постоянному проекту АГОБЗЕРА, где в его рамках оказывается помощь Сухумскому республиканскому реабилитационному центру, Творчалскому родильному дому, реабилитационным центром для детей-инвалидов в городах Гудаута, Чемчира и ГАУ. Часто фонд выделяет финансовые средства на лечение детей за рубежом. Таким образом, 17 детей с диагнозом ДЦП были прооперированы в ведущих клиниках Армении. Я хочу поблагодарить и поздравить Международный фонд АПСН с 4-летием и сказать, что для нас очень важно, что именно в программе помощи детям с ДЦП вы оказали нам поддержку, потому что основное количество детей, которые обращаются в наш фонд, это дети именно с этой проблемой, мы благодарны, что у вас когда-то возникло такое решение создать такой фонд, который делает его настолько полезным дел для нашего общества. Международный фонд АПСН уделяет большое внимание вопросам духовного и культурного воспитания подрастающего поколения, повышению уровня образования. В рамках проекта АДДРАДЖЕС фонд обеспечивает образовательные учреждения республики компьютерами и всевозможной техникой. А благодаря проекту о театре Ахучкуи дети из малообеспеченных семей Абхазии имеют возможность посмотреть репертуарный спектакль в Абхазском драмтеатре. Говоря о планах, президент Международного фонда АПСН, Сенер Гогу отметил, что фонд и дальше намерен поддерживать уже существующие проекты и продолжать работу по налаживанию международных связей. Как вы знаете, где проживает наша диаспора, это в России, в Турции, в Европе, в Йордании, в Сирии, Египте и так далее. Во всех этих странах наша работа будет продолжаться, как и она была за эти 4 года. Но кроме этих стран, особо 19 год хотим дать внимание работа Белоруссии и Казахстана. Есть некоторые экономические проекты, которые хотим в течение 19 год реализовать от именно нашего фонда. Но хочу отметить еще одну и особая будет работа в течение 2019 года Арабской республики Сирии. В рамках своей деятельности Международный фонд АПСН провел множество деловых встреч, круглых столов, творческих вечеров. В этом году фонд также намерен продолжить работу в этом направлении. Бюджет Международного фонда за 2019 год составляет около 10 миллионов рублей. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Делегация Союза писателей России во главе с Николаем Ивановым в эти дни находится в Абхазии. Сегодня в Доме Москвы была организована встреча российских и абхазских писателей. В рамках встречи также состоялась презентация книг поэта, публициста и писателя Владимира Зонтария. Подробности в репортаже Гугу Цивардания. Пять новых книг презентовал писатель и публицист Владимир Зонтария на состоявшейся в Доме Москвы встрече творческой интеллигенции. Одно издание полностью посвящено основным этапам государственной, общественной и научной деятельности, основателя современного абхазского государства Владислава Ардзенба. Это историко-документальные исследования, а также документально-публицистический очерк «Первый президент Абхазии». В сборник вошли размышления и воспоминания известных личностей о нем. Материалы для книги я собирал, как говорится, по крупицам. Мне удалось записать более 20 обширных интервью и бесед с живыми участниками тех событий той эпохи, ветеранами национально-освободительного движения нашей Отечественной войны, крупными учеными, писателями, публицистами, политологами, военными экспертами. Хорошим подспорьем стали для меня интервью, взятые непосредственно у самого Владислава Григорьевича, как в Кремлевском дворце съезда в конце 80-х годов, когда он был депутатом Верховного Совета СССР, а я был аккредитован там в качестве корреспондента абхазского телевидения, так и в последующие периоды. В книге «Путин и Абхазия» прослеживается история поэтапного формирования российско-абхазских государственно-правовых взаимоотношений. Автор, оценивая этот сложный процесс и сопутствующие ему политические события, уделяет значительное внимание раскрытию роли выдающегося российского лидера Владимира Путина. Вот эти книги, которые мы сегодня видим здесь, «Путин и Абхазия», «Первый президент», Это говорит, вы знаете, Егор Исаев, он очень хорошую фразу сказал однажды. Вы знаете, лестью можно обидеть человека, а вот гордостью никогда. Вот когда мы создаем свои книги, особенно документальные, если в наших книгах гордость за то, что сделано, мы никогда не обидим ни человека, которому пишут, и мы никогда не обидим себя автором. Вниманию гостей был представлен и поэтический сборник «И мироскудеет, когда мы уйдем», в который вошли лирические произведения, написанные Владимиром Зонтария в начале 70-х годов прошлого столетия, переведенные на русский язык. В книгу также включены переводы абхазских стихов поэтессы Саиды Делба. В следующую книгу под названием «Дисциплина духа» вошли очерки об известных политических и общественных деятелях, интервью и беседы с поэтами, писателями, художниками, деятелями культуры, как абхазскими, так и зарубежными. И последняя книга «Ключевые мысли», презентованная на вечере, рассказывает о тенденциях развития абхазской литературы. Председатель Союза писателей России Николай Иванов отметил важную роль документалистики в литературе и истории. История – это не то, что было, порой знаете, история – это не то, что было на самом деле. История – это то, что какие свидетельства письменные мы оставим об этом времени. Поэтому я всегда удивляюсь, радуюсь, горжусь, жалею авторов, которые берутся за документалистику. Встреча получилась очень теплой и творчески насыщенной. Абхазские и российские писатели читали отрывки из своих произведений, делились планами. Народный поэт Адыге, Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Исхак Машбаш прочитал стихотворение на родном языке и отметил тесную связь абхазо-адыгского народа. Мы – адыгамхазы, а у нас одно дерево, мы из одного корня, два ствола, и живем на этой земле. Мы утверждаем себя. История очень сложная у нас, трагедийная и счастливая тоже история. Мы никогда не отдавались как народ, как этнос, никому. Пытались, нас заставляли. Пытались, чтобы мы где-то на колене, но мы вставали и утверждали на этой земле. Такие встречи способствуют развитию и укреплению разносторонних связей, отмечали участники вечера, организованного в Доме Москвы. Коллеги высоко оценили труды Владимира Зантария и пожелали ему новых творческих успехов. Кугуца Вардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В учебном центре Министерства внутренних дел Абхазии продолжается экзаменационная сессия. Курсанты показывают полученные базовые знания по одной из основополагающих дисциплин на основе оперативно-розыскной деятельности. Это первое испытание по результатам полугодия обучения специальным дисциплинам. Впереди у юношей и девушек еще два года обучения и прохождения предметной практики. За время обучения курсанты в обязательном порядке проходят в полном объеме физическую, строевую и боевую подготовку, что немаловажно для сотрудника милиции. Получив соответствующее образование, приложив максимум усилий, освоив специальные дисциплины, у курсантов учебного центра есть все возможности достичь профессионального уровня в службе. С самого начала нам было трудновато, но мы уже привыкли. И я считаю, что девочкам все возможно, и они могут преодолеть все препятствия. После учебы я хочу работать в инспекции по делам несовершеннолетних. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, дождь. Днем местами переходящий в дождь со снегом. В возвышенностях снег. Температура воздуха ночью минус 1,4, днем 2,7 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова